Всем привет, сам Лев, и сегодня, ребята, будет необычное видео, да, ребята, на моём канале. Сегодня будет видео про Divine RPG на, ребята, версии 1.12.2. Да, ребята, вам не послышалось, это, ребята, версия 1.12.2. Это пока что альфа-версия, точнее, Divine RPG альфа, да, пока что на этой версии. Если что, последняя версия была 1.7.10, я раньше тоже, помню, пытался искать на 1.8, там, и выше версии. Но, ребята, не находив, потому что всё-таки нету таких модов, но сейчас ребята начали разрабатывать и уже дошли до альфы. В принципе, ну, естественно, тут куча багов, много чего ещё нету. Ну, то есть, тут уже можно, как бы, снимать летсплей, всё такое. Я, кстати, не видел летсплеев на ютубе. Я видел только один канал, который, там, 25 подписчиков всего лишь. То есть, ну и всё, то есть, ну, не нашёл, да. Может быть, и есть, но их не так уж и много. Добавили пару новых вещей, например, я не помню, что были такие блоки, вот такие, например. То есть, ну, всякие вопеечки. То есть, оно, возможно, и было, но я не помню, что оно реально было. На самом деле, я считаю то, что это очень круто, то, что добавляют на новую версию вот такие вот глобальные моды, да. Это реально круто, то есть, тем более, такой хардкорный мод. Возможно, когда выйдет полностью этот мод на эту версию, то тогда начнут все снимать, и, как бы, будет опять хайп вокруг Дивана РПГ. Я буду рад, если такое случится, потому что раньше такое было, где-то на версии 1.5, 2, где-нибудь 1.7, 10 было хайп, да. В 14-м году, где-то в 13-м было такое. Может быть, да. Ну, и в 15-м тоже, в принципе, было, да. Где-то в таких годах. Если что, этот мод вышел в 12-м вроде как году, если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, ладно. Окей, ребята, в принципе, будем начинать. Я сегодня просто полетаю по мирам и сделаю, типа, мини-обзора. То есть, это не полный обзор, то есть, это не какой-то обзор модов, поэтому я тут все рассказывать не буду, просто расскажу маленькие плюшки. Короче, этот мод, типа, где всякие миры есть, просто, может быть, кто-то не знает, кто-то не помнит уже, потому что, реально, моду уже столько лет, лет 6, по-моему, или 7, нет, 7 лет даже этому моду, нифига себе. Прям жесть какая-то. Да, поэтому могли забыть. Я, в принципе, к этому моду уже давно тоже не возвращался, давно не играл с этим модом. Наверное, год назад просто заходили с этим модом. Да. Ну, ладно. Вот такая, короче, руда есть. Вроде как, это вся руда в этом моде. 8 штук. В принципе, ладно. Тут есть ключи, точнее, порталы. Вот такие вот. Ну, то есть, порталы, вот я вам там сейчас покажу. Вот они, порталы. Это не все далеко порталы. Короче, добыть пару блоков, 14 вроде тут блоков, да. И оно крафтится из шардов жёлтых. Чтобы их получить, нужно убить пару боссов. Босса вот такого, вот такого босса. Я вот сейчас прям при вас найду. Это, думаю, достаточно быстро будет. Короче, нужен примерно такие же часы, только для босса. Я хочу показать крафт, но что-то пока что, ребята, я не вижу. Давайте вот здесь посмотрим. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ясно. Кстати, такой крафт был и на старых версиях, если что. Ну, ладно. Окей, давайте мы запустим порталы. Если что, я только вот на этот портал не нашел ключ. То есть, видите, он не работает. То есть, я зажигаю его, но он почему-то не работает. Даже не знаю. Вот это самый жесткий портал. Ну, именно из этих похожих порталов. То есть, миры вообще почти однотипные все. Ну, именно которые вот здесь. Но вот этот немножко не однотипный. Потому что для него нужен свой ключ. Вот так вот он крафтится. Тоже из такого материала. Вот. Снег, два алмаза. То есть, достаточно просто. Это просто снежные блоки. Да. А это просто для красоты лампочки. Да. Вот как-то так, ребята. Окей. В принципе, добавили пару вещей. Вот, всякие головы. По-моему, столько голов не было. Ну, их тут больше, на самом деле. Вот они, эти головы всякие. Блоки какие-то новые добавили. Я не помню реально, чтобы они были. Ну, реально. Какие-то зеленые, желтые, голубые кирпичи. Алмазы кирпичи. Офигеть. Окей. Погнали в первый мир. Просто нам все покажу, какие тут мобы есть. Все такое. Просто полетаем. Я как бы уже снимал вчера. Но мне как-то видео не особо понравилось. Поэтому, если сегодня видео не выйдет, а именно в 27 июня, то, ребята, простите меня, да. Окей. Так. Вот это какие-то кролики, я так понимаю. Когда ты их бьешь, короче, ну, надо ударить. И появляется вот такая злая волчара просто, да. Волк злой. Да. Ну, они, естественно, на вас будут агрессировать. Вот эти кролики, насколько я знаю, они не агрессивные. Но это не точно, да. Они все агрессивные, вот эти мобы, да. Я тут, короче, взял такой самый жесткий меч на 38 урона. Я тут на астроту 5 еще зачаровал. Но урон почему-то здесь больше не стал. Да. Ну, может быть, и стал. Я просто не заметил. Хотя нет, он так и был 38. Окей. Вот тут пушки всякие есть. Короче, мод интересный. Куча крутых киров, всяких вещей. Тут порталы. Это не все порталы, которые вы видели сегодня. Да. Тут есть всякие прикольные луки. Это вроде как один из самых таких неплохих луков. Смотрите, как он прям много хпфигачит. На индикаторе я сейчас вам показываю, да. Вот как-то так. Вот эти, кстати, чуваки, они не особо быстрые, насколько я помню. Они не самые опасные. Вот всякие такие вещи упадают по типу золота, еды. Кстати, очень круто то, что еда именно из них упадает. Потому что еды-то много, ну, часа не хватает. Вот такие мы получаем штучки. И они нужны там для всяких крафтов других и всего такого, да. Ну, на самом деле получается какой-то обзор, да. Это типа обзоры и акции, наверное. Или типа того. Но я тут и обозреваю, в принципе. И всё такое, да. Можно даже как первый обзор мода поставить, да. Видео сделать. Да. Наверное, прикольно получится. С двух ударов они умирают. Если что, это самый... Эээ... Жёсткий меч. То есть, самый жёсткий. Кстати, я помню, как на 1.4.7 вообще было 82, по-моему, или 81 урон. Да. Давайте покажу некоторые баги. Ну, например, вот этот баг. Видите, я держу меч, но он как-то странно держится. Я вам сейчас покажу. Вот. Это обычный алмазный меч. Ну, видите, я его держу как меч. Типа, а вот это, это как какой-то предмет. То есть, ну, еда нормальная. Вот это как-то странно выглядит. То есть, меч, видите, вот как обычный. Так же с кирками всё на свете. То есть, с оружием то же самое. То есть, эээ... Ну, я думаю, что это исправят. Со временем. Потому что это всё-таки альфа. Да. Ну, ладно. Вот такие вот ещё есть штучки. Они, кстати, не крафтятся, насколько я знаю. А этот меч, что ли, тоже не крафтится? Я, кстати, заметил то, что эти мечи, по-моему, не крафтятся. Мне кажется, они крафтились раньше. Вот этот меч, смотрите, он крафтится. Видите? Из этих. Вот, кстати, вот для чего эти штучки. Перевращаешь в эти штучки. Не знаю, как называются. Делаешь вот такие и стрёк. Блин, ну, на самом деле, крафты дорогие. Поэтому такой меч вам нужно будет постараться заработать. Да. Если что, ссылка на скачивание этого мода, естественно, будет в описании. Поэтому, ребята, если вы хотите поиграть с ранним доступом в дивинах ПГ, я думаю, он выйдет ещё только через год. В лучшем случае. Может быть, через полгода. Поэтому, я думаю, в альфу тоже сыграть неплохо будет. Потому что ещё бета будет полюбас. И всё такое. Поэтому, да. Окей. Вот такой вот портал я использовал. Для креатива как раз. Добавили. Очень удобно, потому что... А, по-моему, он раньше и был тоже. Ну, это не точно, да. Ну, давайте в этот мир, например, слетаем. Они примерно однотипные. Просто там небо другой цвет. Острова, видите, вот такие вот. Других цветов. Немножко другие руды. То есть, да. Мобы. Немножко отличаются. Вот. Из них, по-моему, кстати, шарды упадают. Вот эти синие. Кстати, трава тут мешает бить моба. Такими пульками всякими. Видите? Да. Из них, видите, свои вот эти падают. Разные штучки. Да. Да-да-да. Храпека, видите, у них больше намного. Ну, на самом деле, мод хардкорный. Да. Ну, да. Это, короче, всё. Это стопроцентный обзор просто. Мини-обзор какой-то, да. В принципе, ладно. Не будем здесь долго находиться. Мир примерно такой однотипный. Давайте я покажу предпоследний портал. Предпоследний мир. Ещё есть кровать. Ночное изменение, по-моему, называется. Как-то так. Блин, меня радует то, что не особо лагает. Это меня очень радует. Ладно, если что. Вот так всё, мы летим. Острова что-то не заспавнились. Это, кстати, на самом деле, советую играть именно с Дастин Крафтом. Если вы, как бы, в это... Ну, если вы начнете играть с Дивайна РПГ вообще на любой версии, то устанавливайте Дастин Крафт. Там же есть эти летающие ранцы. А как бы без них будет, наверное, трудновато перемещаться. Да. С ранцами вы хотя бы летать сможете. Да. Но они не конфликтуют. Не знаю, как на 1.12.2, но на прошлой версии они не конфликтовали. Вот, кстати, еда такая же, которая у меня. Но я, наверное, в желании всё-таки драться не буду. Но я вам говорю то, что они прям херачат жёстко так. Да. Я думаю, я даже сам замучу летсплей, когда закончу там свою сборку под названием «Время Хаткора», да? Которую сейчас снимаю. Кстати, следующее видео будет как раз по «Время Хаткора», поэтому, ребята, да, кому интересно, то можете, как бы, заходить, да? Окей, так. Вот этот мир, да, селый вроде бы, да? Я просто хочу назад вернуться. Очень, кстати, быстро генерируется достаточно мир. Меня это радует. Ну, мне кажется, что не так уж и долго. Хотя сейчас окажется то, что очень долго. Итак, ребята, как оказалось, я использовал не тот портал, я за спаминца фиг пойми, где просто, да? Давайте тогда попишем геймрулы быстренько. Вот так вот, оп, оп. Оп, и попишу кир. Всё, да, чтобы заспаниться около своей местности. Да, ну, это, ребята, чисто я ошибся, поэтому ладно, да. Так, ну, в принципе, я уже, ну, вот так вот можно сделать. Заходим в этот портал снежный. Для него как раз нужен свой ключ, да. Окей. Тут, кстати, даже подписано, типа, снежный, я так понимаю, ключ. Ну, не ключ, как-то по-другому там написано. Окей. Вот так вот он выглядит, немножко необычно. Тут я, насколько знаю, всегда ночь. И тут есть уже свои прикольные данжи. Так, вот то, что сейчас резко светло стало, это, я так понимаю, баги, ребята, баги, поэтому не удивляйтесь. Видите, то резко светло, то темно. Это чисто баги, да. Своя земля тут есть. Замёрзшая. Да, окей. Вообще, кроме новых всяких блоков, здесь вроде как не особо, ну, ничего особо не добавили, да. Вот тут такие торговцы есть, можно всякие, благодаря этим штучкам, короче, это самое, ну, торговаться с ними. То ли из листьев падают, то ли где. Наверное, из мобов всё-таки выпадают. Давайте попробуем. А-а-а! Из них ледяные кристаллы падают. Ясно, ребят. Нифига себе. А вот снеговиков, вот реально, я вам отвечаю, я не помню, чтобы они были. Может быть, это новые мобы, конечно. Фрости. Но их не было. Я вообще не помню. Я нигде не видел их. Ни прохождения, ни у кого, нигде. Так. Ой, видите, конфетки. В принципе, ребята, всё. Все спасибо, наверное, за просмотр. В принципе, вот, рассказал про этот мод. Немножко, да. То, что он появился просто, да. Может быть, кому-то даже полезно это видео было. Если что, ссылка будет в описании на скачивание альфа-версии. Думаю, когда выйдет полная версия, я либо обзор сделаю, либо просто примерно такое же видео сделаю. Но это... Я не понимаю, почему я спамню в другом месте постоянно. Может быть, это уже чисто... Чисто баги какие-то, мода, или это я туплю. Ну... А, ну я же в другом месте, как бы, портат заспамил. Ясно? Всё, я вас понял, да. Окей, ребята. В принципе, кстати, видите, они отличаются камень. Видите? Здесь я крафт показал, а здесь совершенно другой камень. Поэтому, ребята, не путайтесь. Да. Вот так вот он крафтится из этих штучек. Естественно, эти штучки... Эээ... Они, я так понимаю, добываются как раз же... Ну, естественно, ты в этот мир приходишь, как ты их добываешь. Да. Но, честно говоря, я не знаю как, поэтому... Да. А, вот. Воду добываешь и их получаешь. Всё, ребята, всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Кстати, тут что ещё появилось? Тут же появилось... Ммм... Насколько я знаю... Ну, таких кировок я не помню, что были именно такого цвета. Правда, не помню. И... Не помню, чтобы была новая броня. Просто разноцветная. Red, Blue, Green. Вот это... Ну, просто разноцветная. Просто Yellow. Видите? Просто жёлтая, зелёная, синяя. Вот таких точно не пробую. Пробую, говорю. Не помню, да? Серая какая-то. Кстати, защита. Такая, конечно. Ну... Ладно, да. Но она такая, не особо дорогая. Да, ребята. В принципе, даже удивится то, что я вообще уже смеился с тем, что DivineFG хотя бы, я не знаю, лет через пять появится, блин. в Майнкрафте. А он, видите, появился. Я не знаю, делают ли это те разработчики, авторы этого мода или это кто-то другой. Но мне кажется, что это кто-то уже другой разрабатывает мод. Во-первых, потому что, ну, тут какие-то баги. И, кстати, вы заметили то, что вот тут сбоку не наполняются шайки. Вот тут. Вот тут. Видите, внизу там есть шайки эти, да? Они раньше светились. Ну, типа, наполнялись. Когда ты стрелял, типа, там, через время надо было стрелять и всяких пушек да? Например, вот из этой пушки. Для нее какая-то мана нужна, да? Вот так вот крафтится. Кому интересно. Но если что, вы просто скачиваете мод Not Reantems, как-то так он называется. Да, я, наверное, возможно, на него тоже ссылку в описании скину. А, возможно, скину вообще на все моды, которые, с которыми я сегодня играл, их всего лишь 4, да? Чтобы вам было удобнее, потому что тут есть и индикатор сразу, и этот мод есть, и диванных ПГ как раз, и... И еще на сундуки вот этот мод сортировать вещи можно. Вот, например, вот так вот бьем, сортирую, да. Все, ребята, видео может быть немножко большим получилось, но ничего страшного, да, в любом случае, оно получилось немножко необычно, потому что, ну, для моего канала оно явно необычно, я такие видео вообще никогда не делал, вроде как, вообще такого не было, чтобы просто так вот рассказывал как-то. примерно такого именно с модами не было, да. Все, ребята, всем спасибо, пока-пока, да, всем пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok